Ситуация по гриппу находится под контролем. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Накануне Роспотребнадзор, который следит за распространением эпидемии по стране, в цифрах и фактах сообщал, что хотя эпидемия охватила уже 47 регионов, общая заболеваемость укладывается в обычные сезонные рамки, а через 2-3 недели волна и вовсе пойдет на спад. С 26 января на территории региона действует постановление об организации комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в государственных медицинских организациях, в том числе осуществление контроля за поддержанием несжижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Еженедельно Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения округа проводится мониторинг наличия противовирусных препаратов в аптеках региона. Запасы медикаментов и изделий медицинского назначения в регионе в достаточном количестве. О ситуации с заболеваемостью в нашем регионе поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нинницкому округу Светлана Брулева. Светлана Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. Тема номер один сегодня – грипп ОРЗ ОРВИ. Как ситуация в нашем регионе обстоит? В нашем регионе проводится еженедельная регистрация ОРВИ гриппа. На 25 января 2016 года у нас зарегистрировано 839 случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа. Из них два случая гриппа у детей. Они подтверждены? Два случая у взрослых подтверждены лабораторно. А это свиной грипп или всё-таки обычный? О том, что это свиной грипп, об этом лабораторных подтверждений нет. А вы сказали 800? 839 случаев. Это вот на данный момент времени с аналогичным периодом, если сравнивать, это большое количество или в принципе в сезонных рамках? Дело в том, что в аналогичном периоде, допустим, в прошлом году подъём ОРВИ гриппа был в феврале месяце. В этом году он немного раньше, но в этом нет ничего критичного. А на территории региона введены карантинные ограничительные мероприятия. Расскажите суть, в чём заключается. Да, действительно, вынесено постановление главного государственного врача по Нинецкому автономному округу о введении комплекса мероприятий на период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нинецком автономном округе. Главная задача этого постановления — ввести противоэпидемические ограничительные мероприятия на период подъёма ОРВИ гриппа. Это постановление в Нинецком автономном округе выносится ежегодно в момент подъёма острых респираторных заболеваний. А сегодня закрыты какие-то учреждения, может, группы, классы на карантине? Да, действительно, в школах, в дошкольных образовательных учреждениях при заболевании детей более 20% либо в группе, в классе, либо в общем, в учреждении принимаются меры по разобщению детей. То есть классы, школы, группы закрываются, не функционируют в течение 7 дней. При необходимости этот период может быть увеличен. На данный момент у нас закрыты 23 группы в 8 дошкольных образовательных учреждениях и 13 классов в общеобразовательных учреждениях. И полностью закрыты школы-сад в деревне Куя, школы-сад в посёлке Хангурей и детский сад в село Оксино. Сейчас много говорят о вакцинации. Как-то её не сделают, жалеют и, возможно, хотят сделать прививки. Насколько это актуально? Да, конечно. Я хотела бы обязательно отметить, что основной мерой профилактики против гриппа является, конечно же, специфическая профилактика, то есть прививки. Сейчас действительно много звонят, в том числе в управлении, спрашивают, можно ли на данный момент привиться против гриппа. Мы всем отвечаем, что на данный момент это сделать уже невозможно и не нужно, потому что профилактические прививки, они делаются в предэпидемический подъём, то есть это сентябрь, октябрь и ноябрь, для того, чтобы успел сформироваться иммунитет. Какие ещё, кроме прививок, есть профилактические мероприятия? Что следует делать? Ну, естественно, есть ещё неспецифические профилактические мероприятия. Если мы говорим о личной профилактике, то первое, о чём уже говорят все и знают, наверное, все, это гигиена рук. То есть нужно мыть руки, нужно мыть их как можно чаще, не подносить руки к лицу, чтобы через глаза, носовые проходы, также инфекция не поступила в организм. Второе, то, что немаловажно, это должна быть чистота, то есть нужно проводить влажную уборку обычными бытовыми моющими и дезинфицирующими средствами. Также немаловажно в этот период не посещать какие-то массовые мероприятия, по возможности не пользоваться общественным транспортом. Если уж это необходимо, то нужно использовать медицинские маски, морлевые повязки или какие-то подручные средства. Поэтому меры неспецифической профилактики, конечно, тоже приводят к тому, чтобы меры неспецифической профилактики помогут вам не заболеть в этот важный период. А прогулки на свежем воздухе? Да, конечно, прогулки на свежем воздухе обязательно должны быть, их не нужно исключать, и это также является мерой профилактики. Если говорить, опять же, об неспецифической профилактике в организованных коллективах, в том числе в детских коллективах, то в это время должен проводиться осмотр детей утром, обязательно отстраняться от учебы, дети, у которых появились признаки респираторного заболевания, они должны быть сразу изолированы и не находиться в коллективе. Конечно же, нужно дезинфекционный режим в учреждении проводить. Ну и при необходимости, как я уже говорила, если более 20% детей заболевают, то либо группа, либо учреждение, либо класс, они закрываются. Светлана Владимировна, по всей стране сейчас люди скупают лекарственные препараты в аптеках. То же самое происходит в нашем регионе. Говорят, что уже скупили 5-месячные запасы противовирусных средств. Насколько сейчас актуально скупать эти препараты, бесконтрольно возможно их принимать? Да, но дело в том, что я хотела бы сказать, что препараты все-таки следует принимать по назначению врача и не делать это бесконтрольно, и только потому, что ты так решил заниматься самолечением. Вообще, если у вас какие-то признаки ОРВИ или гриппа, вы считаете, что они у вас появились, здесь очень важно сразу обратиться к врачу и уже следовать всем тем рекомендациям, которые он вам назначит. И, конечно же, обязательно при этом оставаться дома, не выходить на работу, на учебу, чтобы не быть источником инфекции для других людей. Надеемся, что всплеск сезонной заболевания скоро пойдет на спад. Спасибо за интересную беседу, Светлана Владимировна. Населенные пункты Неницкого округа станут участниками масштабного всероссийского проекта.